Добрый день! Я уже говорила о важности хорошего английского произношения. Ссылка на то видео будет в конце этого и в описании. Но, если мы все звуки произносим правильно, нас точно поймут? Увы, не факт! Вы на канале Школы Английский в Голицыне, а я Марина Викторовна Николаевна. И сегодня я расскажу вам о двух важных вещах, без которых нас понимают с большим трудом или не понимают совсем. Когда я ездила в Англию, таксисты, экскурсоводы, хозяйки B&B, это такие маленькие гостиницы, говорили мне, что меня легко понимать. А поскольку я учитель английского, я, естественно, не только благодарила за комплимент, но и спрашивала у них, почему меня легко понимать, поскольку я хочу, чтобы моих учеников тоже было легко понимать. И кого, и почему трудно понимать. Они рассказывали мне, а я расскажу это вам. Первая причина непонимания – это строгий порядок слов в английском языке. Мы можем сказать «Ваня любит Машу» или, например, «Машу любит Ваня». В английском языке так нельзя. Единственный верный вариант – Ваня loves Маша. Переставить местами Машу с Ваней нельзя ни в коем случае. Это связано с тем, что в английском языке существительные не изменяются по падежам. Чтобы правильно составить английское предложение, нужно запомнить магическую формулу swamped. Сейчас я расскажу вам, что означает каждая буква. С от слова subject – подлежащее. О ком идет речь в предложении, кто тот самый главный, кто совершает действие. Допустим, I. Ви – от слова verb – глагол. Что делает подлежащее? Ну, допустим, I read. Следующая буква – о от слова object. Это объект действия. Допустим, I read books. Следующая буква – м от слова manner. Как происходит действие? Допустим, I read books aloud – слух. Следующая. P – от слова place – место. То есть, где происходит действие. Допустим, at school. I read books aloud at school. Из последней буквы – T от слова time – время. Когда? Когда происходит действие? Ну, допустим, on Mondays. I read books aloud at school on Mondays. По понедельникам я читаю книжки вслух в школе. Так у нас получилось грамматически правильно английское предложение. Некоторые члены предложения можно опустить, кроме подлежащего и глагола. Давайте составим еще пару предложений. Переведем на английский язык предложение. Он каждый день бегает по парку. Воспользуемся этой самой формулой swamped. S – подлежащий. He – что делает? Бегает. Runs. Где бегает? Around the park. И когда бегает? Every day. Каждый день. Давайте посмотрим еще одно предложение. Она очень любит клубнику. Ни в коем случае очень любит, не будет very likes. Опять посмотрим на ту самую формулу swamped. Кто? She – что делает? Likes. Следующий идет объект действия. Любит что? Strawberries. А потом man – как любит? Very much. И у нас получилось предложение. She likes strawberries very much. Как же научиться составлять предложения правильно? Самое главное правило – никогда не составляйте предложения по-русски с тем, чтобы потом каждое слово заменить английским эквивалентом. Составляйте предложения сразу на английском языке. Один из моих учеников однажды написал. Я явно составлял по-русски. В Туле живут мои дедушка и бабушка. И у него получилось. Что для англичан просто какой-то бессмысленный набор слов. Составляйте предложение сразу по-английски и отталкивайтесь от той самой формулы swamped. Сейчас кто-то скажет, да я так по полчаса буду каждое предложение составлять. Ну, поначалу так и будет, но потом будет получаться все быстрее и быстрее, и в конце концов вы дойдете до автоматизма, когда вам уже не нужно будет думать о формуле swamped. Вторая причина, по которой нас плохо понимают или не понимают совсем. Мы иногда произносим по одному слову, как будто рубим. I'd like to pay in cash if you don't mind. Ну, приблизительно как-то так. Может быть, человек в уме как раз обдумывает, как ему сказать, может быть, даже ту самую формулу swamped вспоминает. И поэтому получается вот так. И почему-то носители языка это не понимают. Может быть, потому что все-таки в предложении должно быть логическое ударение, должны быть паузы. Интонация должна то повышаться, то понижаться, а без этого предложение становится не предложением, а просто каким-то набором слов. I'd like to pay in cash if you don't mind. Ну, как-то приблизительно так. У кого-то наверняка появился вопрос, что делать, если пока по-другому не получается. Сейчас расскажу, как решить эту проблему. Во-первых, читайте вслух за носителем языка. У вас есть текст в учебнике или в книжке и аудиозапись к нему. Включайте аудиозапись, ставьте на паузу после каждого предложения и старайтесь повторить это предложение, имитируя, как можно точнее имитируя носителя языка. Не только звуки, но и интонацию всего предложения. Сначала это будет сложно, но потом будет получаться все лучше и лучше. Во-вторых, учите слова не по одному слову. Допустим, pay – платить, cash – наличные, card – карта. А выписывайте и запоминайте слова сразу в словосочетаниях. И тогда вам, по крайней мере, не нужно будет думать, как соединить эти слова. У вас в голове будут сразу возникать словосочетания. Кроме того, выписывайте из словаря примеры предложений с этими словосочетаниями. Вот, допустим, я выписала пару предложений. Will you pay by credit card or in cash? И второе предложение. I am a bit short of cash at the moment. Это я выписала из кембриджского словаря. После этого составляйте свои предложения. Обязательно составляйте. И лучше не какие-то там, а из своей жизни. То, что происходило с вами. И вот, что у меня получилось. Ну, а теперь самое главное. Чтобы научиться говорить, нужно говорить. Потому что разговорный навык – это навык. Его по учебникам не выучишь. Его нужно тренировать, тренировать и тренировать. Чтобы научиться читать, нужно читать. Чтобы научиться писать, нужно писать. А чтобы научиться говорить, нужно говорить. Поэтому как можно больше говорите на уроках. Пересказывайте то, что вы услышали или прочитали. Чем больше вы говорите, тем лучше это будет у вас получаться. Так что говорите больше. То, что я сейчас вам рассказала – это первые шаги к тому, чтобы речь ваша была плавной и беглой. Англичане говорят про такую речь – fluent speech. Слово fluent происходит от латинского слова, которое означает текущий, струящийся. Но это уже тема для другого видео. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Спасибо!